Идем на прогулку. У нас теплый день и даже жарко будет сегодня. Будет 31 градус. Сейчас где-то 26-8 часов утра. Это наша улица, соседи. Тут напротив живет семья греков. Они любят очень животных, домашних животных. И у них есть даже гуси. Там маленькое озерцо есть, гуси и пони. Раньше было гораздо больше пони. Сейчас они оставили только одного из четырех, по-моему, четверо у них. Потому что они уничтожили всю траву. Сейчас вот они пытаются ее отрастить обратно. Но зато у них есть свинка. Я ее покажу. Ставлю. Когда-то у меня была запись ихнего поросенка. Посмотрите, что за животное они держат во дворе. Тяжелая девчушка такая. Четыреста килограмм. Такая красивая девчушка. Вау. Но она не получила. Она не получила. Она не получила больше. Она тоже красавчик. Да. Ты такой красавчик. Ты такой. Ты такой. Ты такой. Булзай. У них свой овощной, фруктово-овощной магазин. Поэтому много отходов есть, чем кормить такого рода животных. А вот садовод-моряк, который все деревья постриг коротенькими кустиками сделал. Нравится ему все стричь под бонсай. Ну ладно, мы постриг бы раз или два. А так ведь он их постоянно так стрижет. Тут вот семья англичан переехали из Англии где-то лет пять тому назад. И они поставили вот такую вот изгородь металлическую. Раньше не было. Было как здесь. Вот не огороженные участки. Чем плохо вот на углу быть не огороженным. Тем, что машина может заехать. Кто-нибудь пьяный или подростки какие-то бесшабашные могут взять и заехать во двор. Вот. Вот он. Бэйфиг. Вот такие вот деревья у нас больших размеров растут. Тут китаянка живет. Муж у нее австралиец. Огородики, конечно, у них у всех. У китайцев, у вьетнамцев. Они любят. Тут у нас нетронутый такой буш. Называется кусочек леска. Иду за едой для дуби. Я когда прогуливаюсь, срываю вот так вот низковисящие веточки. Какие-то цветочки. Это соседи, которые англичане. Какая красивая у них консиана. Это все природные деревья. Вот они, всякие эвкалипты разного вида. То, что кусмы едят все вот эти листья. Я, которые могу достать ветки, срываю. Как он называется? Стефанотис. Куст растет у людей. Ой, у меня он мучается в горшке. Надо бы где-то ему место найти, посадить. Вот какие они растут большие. У него несколько кустов. Этот самый большой. А, вот он, вот он, вот он вьется. Это лили пили куст. И вот тут, там дальше. Ну, это лес бурелом. Очень редко такие лесочки чистят. А зачем? Все остается в таком, в своем природном виде. Но траву у нас косят исправно вдоль дорог, чтобы животные не погибали, не перебегали с этой травы на дорогу. Это все соседи. Такие вот дома. Опять-таки повторю, что они выглядят низкими из-за крыш, выступающих как грибная шляпка. И они очень большие по площади. Извели кажутся низкими. Ну, там хорошая высота у всех. У кого-то есть забор, у кого-то нет, вот как здесь. Кто как хочет. У этих все природное. Вон франджипани и агави от тенуата. Вон еще агави, вот эти, которые колючки. Когда садят деревья, то их в такие вот сетки, чтобы не повредить это дерево. Косилка. Ставят сетки, потом они их перерастают, разрывают. Вот такой дворик. Такой в английском стиле. И крыша колониал стайл. Колониальный стайл старый. Наверное, еще англичане завезли такой стиль домов. Крыш покатых таких фигурных. Такие всякие перголы непонятные. Без крыш устанавливают люди во дворе. Зачем они нужны? Просто, не знаю, там пройтись, что ли. Вот такой вот натуральный лесок у людей. Вот это вот дубина. Еда на обратном пути. Надо будет добыть. Я в такую вот молодую поросль срываю. Вот как тут под деревом растет. Он не очень-то много так ест. Это все. Он уже к яблокам привык. Вот такой вот прекрасный-прекрасный день. Еще пока прохладно. Утро, но надо было бы пораньше, конечно, выбираться. Что-то я поздно, как всегда. А вот какой лесок. Тоже естественная австралийская поросль в лесу. Там у него и птицы райские растут. Какие-то агавы он там насадил. Он, ну, в смысле, садовод. Вот это вот Квинсленда, когда они стоят вот так вот высоко на ножках, ну, хотя бы наполовину. Там и веранда получается, и как бы приподнятый, ну, это не сильно приподнятый на ножках. Не сильно. У нас называют их Квинсленда. И тогда такие дома хороши в периоды наводнений. Не затупит, если он на ножках стоит. А это часто бывает вот в низинах во всяких. Алиандр цветет. Вот как красиво. Костик у нас тоже где-то есть. Такие. Вот эти вот все цветочки тоже срываю для Дуби. Ботлбраш. Ой, как пахнут сейчас вот эти вот лили пели у нас называются. Вот эти вот кусты призаборные. Они маленькими беленькими цветочками цветут. Такие ароматные. Я их обожаю. Вот опять Мотенбей фиг. Птицы райские вот такие вот огромные растут некоторые. Это разновидность таких. Двухэтажный дом. Тоже в таком английском стиле. Все подстрижено. Каждый куст подстрижен. А мне нравится когда вот так. Когда вот так. О, какое дерево. Роскошь. Бесконечная. Как космос. Так прохладно. Сразу в тени его. Ну вот. Наш типичный такой Квинсленд. Штат Квинсленд. Штат Квинсленд. Это мечта всех пенсионеров Австралии. Сюда попасть. Потому что тут теплая зима. и климат. Климат. Климат райский. Я бы сказала. Но не везде. Вот. С севернее Брисбена. Ну. Там. Уже. Влажность. Поднимается. Жарко. При высокой влажности. Жарко. Калит. Гам-три. Нас называют. Гам-три. Вот это все. Огромные деревья. Гам-три. Каучуковые деревья. Гам. От слова. Резина. Каучук. Они выделяют сок. Такой. Млечный. Когда. Сломаешь ветку. Тут смешной такой дом. Вот этот. Двухэтажный. Тут. По рассказам соседей. Ну. Как бы. Сплетни такие. Мы знаем. Конечно. Что там. Филиппинская семья жила. И. Потом. Они. Состарились. И. Решили продать свой дом. Долго его не могли продать. Потому что. Вот он. Похож на такое. Общежитие. Двухэтажное. Маленькие комнаты. Мало кому. Нравились. Конечно. Такая обстановка. И. Они. Очень. Долго не могли продать. Этот дом. Потом. Все таки. Продали. И. Уехали. На. Филиппины. Маленькие. Вот такая. Легенда. Уехали. Домой. На. На. Родину. Когда. Совсем. Стали старые. Родины. Не знаю. Как. Насколько. В это можно верить. Обычно. На старость. Наоборот. Люди. Тут остаются. Где. Прожили. Большой. Кусок. Жизни. Такие. Домики. У нас. Тут. Кипарисы. Люди. Любят. Может быть. В таком. Итальянско. Греческом. Стиле. Любят. Такой стиль. Вон. Какие. Баганвилии. Насадили. Разноцветные. Это. Тоже. Когда-то. Садила. Разноцветные. Но. Не получилось. Выжила. Одна. Одного цвета. Потому. Что. Слишком. Маленькими. Наверное. Я посадила. Какие. Дизайнеры. Снизу. Такого. Цвета. Кустики. А. Сверху. Потемнее. Он. Девилла. Такой. Вот. С. Большими. Цветами. Куст. Разных. Цветов. У них. Мандевилла. Тоже. Опять. Такой. Колонял. Стайл. Такие. Вот. Пальмы. Авкалипты. Сейчас. У нас. Цветут. Вот. Вот. С. Такими. Белыми. Цветами. Деревья. Они. Пахнут. Медом. Интересное. Какое. Дерево. Вот. Тоже. Какая-то. Разновидность. Фиг. Трис. Розовые. Листочки. И доме не ест. Кстати. Вот. Эти. Белые. Он. Тоже. Не ест. Цветы. Они. Пахнут. Медом. Там. Много. Пчел. Но. Птиц. На них. Не видно. Значит. Птицы. Их не едят. Тут. Тоже. Эвкалипты. Поле. Такое. Открытое. Во дворе. Люди. Просто. Косят. Траву. Какой-то. Небольшая. Поросль. Каких-то. Деревья. И все. Вот тут. При дороге. Это. Канцл. Косит. Траву. Посылает. Каких-то. Людей. При дороге. Косит. Траву. От. Городского. Управления. Вон. Тоже домик. Повыше. Стоит. Местность. Холмистая. Хорошо. Жить наверху. Холма. Внизу. Тогда. Зимой. Теплее. Немножко. На градус. На два. Даже. Может быть. Разница. И летом. Прохладней. На вершине. Холма. По сравнению. С. Мизиной. Вон. Какой красивый. Лес. У людей. Деревья. Вот это. Вот эти. Забыла. Ну. Как. Джунифа Берис. Вот эти. Кусты. Европейские. Такие. Красивый. Такие. Такой. Домик. Это. Кот. Называется. Угол. Когда. Проезда. Нет. У нас. Тоже. Такой. Когда. Приезжаешь. Только. К себе. Домой. Или. В гости. Закрытые. Такие. Маленькие. Улочки. Тихо. Тихо. Тогда. Нет. Проезжающих. Машин. Только. Может. Шум. Доноситься. Конечно. От. Далеко. Пролегающие. Дороги. Цикады. Вот. Еще. Одна. Гам. Три. Вкалит. Ох. Большой. Как-то. Он. Опасно. Так. Стоит. Близко. К дому. Над домом. Возвышается. Но. Тут. Не разрешают. Деревья. Нужно. Если. Хочешь. Спилить. Природное. Австралийское. Дерево. Это. Только. Нужно. К управлению. Городскому. Обращаться. Его. Проверят. Старое ли оно. Как оно. Держится. Насколько. Прочно. В земле. Грозит ли. Опасность. Дому. И. Тогда. Только. Дадут. Или. Разрешение. Или. Скорее всего. Нет. Роса была. Есть. Роса. Значит. Вот. Вот. Все. И увлажняется. Дождя не было. Уже. Несколько дней. Вот. Они. Лили пили. Ой. Как они. Мне нравятся. Как они пахнут. Очень сильный запах. Мой муж не любит. Такой сильный аромат. Многие не любят. А мне нравится. Сладко. Так вкусно. Вон. Какой. Декий сад. Как у нас. Красота. Птички поют. Тихо. Вон. Как. Среди леса. Дома. Немножко. Туда. Внизу. Холма. Эти. Наверху. А. Тихо. Внизу. Внизу. Ну. Так. И. Конец. Улочки. Так. Ну. Ладно. Надо. Выключить. Ненадолго. Ой. Еще. Ежесмин. Он. Потому что не цвел. Я его и не видела раньше. Ой. Как пахнет. Вот. Как он пахнет. Сладко. Сладко. Вот. Кто пахнет. Хотела сказать. И. Вот. Эти. Лепили. И. Жесмин. А. Это моя прелесть. Они. Что. Меня. Удивило. В Австралии. Когда. Я. Приехала. Давно. Уже. Скоро. 20 лет. Я. Приехала. Сюда. Что. Люди. Предпочитают. Жить. На земле. Я. почему-то. Ожидала. Каких-то. Урбанизированных. Районов. Увидеть. Многоэтажные. Дома. Какие-то. Ну. Короче. То. Что. Мы видим. В центрах. Австралийских. Городов. Ну. Это. Центры. В окрестностях. В районах. Как. Еще. Называют. Спальных. Районах. Там. Люди. Именно. Живут. Они. Живут. На земле. Как здесь. Меньше. Есть. Участки. У нас. Побольше. uryдуис. Потому. Что. Мы. Дальше. Немножко. От. Города. Брисбен. И. Раньше. Тогда. Мой. Мож. Дальше. Больше. Уже. Наверное. Лет. Есть. Это. 30. Километров. Он. Это. Ничто. Ну, а сейчас стоимость таких садов с домами где-то миллион. Ну, плюс-минус будет зависеть от качества дома. Как там сделан, не сделан ремонт, расположение комнат, старое, новое, большие, маленькие комнаты. Вот от этого будет зависеть цена всего участка. Ну, так где-то, да, около миллиона. Потому что земля тут называется экрич, акр, наверное. Акр у всех или больше немножко. Ну, как у нас, у нас немножко больше. И с людей вообще на гектарах живут. Но это гораздо дальше отсюда, от нашей местности. И можно купить огромное количество земли где-нибудь. Вот как наш друг купил Тентофилд. Туда ехать только три с половиной часа. Можно купить за 250 тысяч австралийских долларов. И это дешево. Какая магнолия красивая. Надо мне свое из коржка землю посадить. И в те времена, когда многие люди только осваивались здесь, покупали первыми эти участки, еще не обжитые, без домов. В основном они продавались. Или с какими-то очень старыми домишками. Такие участки стоили 150 тысяч долларов. Ну, конечно, в те времена это тоже было дорого. Потому что деньги не были еще так обесценены. А теперь вот наши соседи, которые все стригут. Вот они уже купили за миллион свой дом. Ну, вот так вот вырастает стоимость. Домов, квартир, жилья. Да, и мне всегда нравилось. Мне очень понравилось, как люди в Австралии живут. Что предпочитают жить не на этажах, а на своей земле. Хоть и небольшой участочек, но свой, отдельно от людей. Никто за стенкой не стучит, не шумит. В следующий раз там прогуляемся на тех улицах. Там тоже красивые места. До сих пор еще раса держится. Вот такой вот образ для дуби. Вот они и тут эти лили пили. Везде все благоухает этими цветами. Очень мне нравятся. Подстрижененькие такие. Кустики. Все у них постриженные. Любят все квадратные люди. Ну, ничего не поделаешь.